Итак, у нас жара была 44-45 градусов, ну 40-44, будем так считать, давайте возьмем даже среднюю температуру 40 градусов, вот эти туи, вот видите, они сгорели, просто они поливались очень хорошо, честно говорю вам, посажены они прошлой осенью, ну вот те вот маленько в притенении, они более-менее живые и сейчас им придет полив, а эти сразу уже погорели, уже скорее всего им ничем не помочь, уже осыпаются, я помню когда они были маленькие совершенно трехлеткой, двухлеткой я их рассаживал, были очень красивые деревья, потом маленько деформировались, я их обрезал под вот такое вот как бы на штампе, но в этом году дождя не было, с апреля месяца один дождь прошел, вот примерно неделю назад, но еле живой такой, то есть вы не думайте, что у меня нету отпада, у меня это первый год, если честно сказать, который вот принес мне такие, не то что убытки, больше разочарования, ну что эту туя я растил 10 лет, я знаю где она росла, сколько лет росла и когда росла. Ну это потому, что они были пересажены осенью, да? Ну осенью они, они уже прижились, все нормально было, просто апрель, считай, с апреля не было дождя, поэтому вот такая вот ситуация была, это июнь, май, июнь, июль, это кошмар просто, тут давило так, что это слава богу все в теневиках, все нормально у нас, да, тоже поливалось все, но это тоже на солнце стояло, вот здесь можно видеть, да, здесь более они зелененькие, более, вот эта штука от ворон, кому надо, как говорят, лайфхак, 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 штука от ворон, интересно, она на ветру раньше работала, гурдила, но здесь лопасти, лопасти еще должны были, две штуки быть, поэтому она бинь, 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 ну прикольная, даже от кошек, здесь видите, вот, продолжим, ладно, отклонились чуть-чуть, продолжим, вот здесь более-менее нормальный, семеница, она из-за чего, из-за того, что ей плохо, она приживается, да, бывает такое семеница, здесь все живые, слава богу, пусть растут, пусть дают семена, я их трогать не буду еще пару лет, ну а то, что было на солнце, конечно, сгорело, и пересажено осенью, не потому, что если бы мы пересадили весной, это было бы лучше, нет, уважаемые друзья, если мы пересадили весной, это было бы хуже, да, поэтому я вам говорю, постоянно, если вы посадили, притеняйте, притеняйте все лето, первый год, вот до следующей осени, если вы осенью посадили, притеняйте, поливайте, каждый день до морозов, каждый день после того, как сойдут снега, поливайте, если вы подошли, блеснули, водички под корень, и она ушла, то, значит, и она требует воды, вот, смотрите, вот у нас под теневиками все нормально, здесь ничего не сгорело, все довольно таки хорошо и красиво, ну, потому что здесь поливается каждый день, во-первых, во-вторых, это притенение, ну, здесь у нас туя пятилетка, уже 60 сантиметров, ей еще два месяца расти, ну, здесь какие поменьше, которые побольше, то есть все зелененькое, все красивое, все в порядке, так, следующий отдел идем, следующий отдел у нас там тоже туя, здесь трехлетка брабант, его немного было, разобрали уже, кстати, на нашем сайте идут, идет прием предварительных заказов, некоторых позиций нету, да уж, извините, мы с 1 июня, люди, которые знали, все уже заказали, ссылка будет в описании, пожалуйста, переходите, смотрите, кое-что появится, конечно, ну, так, следующий отдел, опять же туя у нас, чуть поменьше, ель голубая, не знаю, какого возраста, честно, не вспомню, знаю, где они у меня сидели, когда они сидели, когда сюда пересаживались, сколько раз рассаживались, по 50 сантиметров, появится на нашем сайте скоро, я думаю, сейчас, на данный момент, здесь где прополото, где нет, то есть, пока что все выращиваем, растим, не переживайте, весь ваш заказанный материал полностью вам придет, это, будьте уверены, сто процентов, здесь ничего не погорело, все нормально, так, у нас там, пойдемте туда, пройдем, там писта, это у нас уже четвертый отдел, здесь у нас можжевельник виргинский, можно видеть, какой он уже стал, ну, довольно-таки, хорошие кустики, ну, будем считать, 24 сантиметра, но он еще растет, 2 месяца, 2 месяца расти, поверьте, он будет бомба, здесь у нас писта, кавказская, четырехлетка, который тоже уже, я извиняюсь, разобрали, там постарше, она есть в наличии, так что, ну, писта красавица, просто, кто успел, тот, как говорится, не пожалеет, то, что прям плотно растет, будет выкапываться, здесь ничего не желтеет, все, как искусственно, прекрасная писта, главное посадить, вырастить, и все будет нормально, ну, сейчас мы перейдем, у нас тут следующий теневик, сейчас тут подсохнет, чуть-чуть будет полотца, сейчас, на данный момент, это смарагт, у нас тут подрастает, тоже из севенков, это тоже брабант, так, ну, у нас тут хит продаж, как говорится, есть голубая четырехлетка, довольно красивая, я уже снимал не один ролик про нее, так что, ну, по сантиметрам она, средний, как всегда, берем, ну, 20 сантиметров, берем где-то так, она вся очень красивая, набитая, еще не забывайте, ей расти, опять же, два месяца, два месяца будет просто, как говорится, пушка гонка, ну, хороший посадочный материал, тем, кто решил действительно там дорастить, да даже себе посадить четырехлетка, самый оптимальный, и по цене нормальная, и, ну, правда, минимальный заказ у нас, по-моему, там 10 штук, но, все равно соблюдайте, выживут все, однозначно, тут у нас шестилетние саженцы, когда-то пятилетка была такая, ну, опять же, им расти два месяца, еще через два месяца она просто набитая будет, и снизу, и сверху, и везде, это туя коломна, она набивается хорошо, а к весне вы ее вообще не узнаете, ну, это, конечно же, самовывоз, это единственный самовывоз, то есть, как можете видеть, в теневиках у нас все нормально, ничего не погорело, все в прекрасном состоянии, это один теневик, сейчас пойдемте во второй теневик, на полянке у нас тоже все прекрасно, все растет, все очень в хорошем состоянии, можжевельники поливаются тоже, хотя стоят под открытым небом, на солнце, вот покажи, что здесь нету, лиственница, вот как сортанула, можете видеть, уже почти с рост теневика, ну, естественно, я ее буду отпускать, будет большим деревом, через лет десять, кто ко мне приедет, тот увидит эту красавицу, пихта тоже в нормальном, а миксы вообще просто превосходные, то есть, миксы, скорее всего, тоже продавать будем, но это все самовывоз, здесь у нас, да, его оставить, сделать половина голубой, половина зеленый, можжевельники манглоу, то есть, это стоит все под открытым солнцем, ничего с ним страшного не случилось, вот здесь тоже еле все под открытым солнцем, но сейчас пойдем в теневик, чтобы не потемнело, а там снимем потом, тут туя восточная и сосна крымская, тоже хорошие саженцы, я извиняюсь, не про пола-то еще, ну, здесь вообще, ну, прекрасные саженцы, двухлетка, это, я считаю, вообще хорошее, так, пойдемте дальше, ту или в эту сторону, ну, здесь у нас черенки, мы зачеренковали, наконец-то, грядку, тут у нас колоновидная, колумна, смарагда и лоу-риббон и шаровидная, ну, все это будет сниматься отдельное видео, потому что здесь вот есть прошлогодний результат, вот видно, это уже прижитые саженцы, черенки, то есть, там есть корни, когда мы их продавать будем, я еще не скажу, ну, тоже, как бы, хит-продаж, вот на следующей отсеке у нас это голубая ель двухлетняя, опять идем, смотрим размер ее, видно, что она голубая, не какая-то там серая, сизая, ну, можете назвать ее сизой, мне лично, я считаю, что она голубая, вся голубая, вся одним цветом, кто говорил про какие-то 10-30 процентов, пожалуйста, жду подтверждения или опоряжения ваших слов, у меня она вся одним цветом, то есть, голубым, весной она становится, ну, такая я вам скажу, более зеленоватая, но потом все равно идет и прекрасный саженец из нее выходит, ну, здесь, опять же, туя колумна у нас, ель четырехлетняя, еще одна грядка, то есть, у нас ее довольно много, но выкупить могут все, ну, вот, то, что пропало, то пропало, я, это, по-моему, выдернули, да, наверное, это, когда пололи, это выдернули, скорее всего, поэтому она пропала, и уже с ней ничего не сделать, конечно же, потому что у нас идет, извините меня, конец июля, жара еще стоит, ну, все, в принципе, все, все, что хотел, я вам показал, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok